Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Номер 245. События дня. 1 Петра 4,7. Впрочем, близок всему конец. За 13 августа 16 года. И далее, для ознакомления. С тем злодействием, которое 20 лет творилось на просторах России. Специально засланные люди разрушают государство и разрушают церковь. И ослепление полное не видели. Начали создавать миссионерские отделы подделкой дьявола. Это нельзя создать в первую очередь. Это труд Духа Святого. И мирской какой-то человек, дедушки в клобучках будут организовать, вообще не понимают в деле божественном ничего. Ущатся, какие-то университеты заканчивают, а общения с Богом не имеют. Враг затесавшийся, это можно было увидеть. Ослепленные, мирские, кормушка. От имени христианской церкви, православной, патриархийной. Создание и распространение злобных слухов, сплетен, разрушительные клеветы. И это все уже во всем мире известно. Пришло время, говорит, резать кабанщика. Подрывная деятельность. Может это масон специально. И главное не видели. И вот там Кемеровская, Тульская епархия, что-то они находят. Мирская, абсолютно мирская толпа. Опять с Карагандинской области, Казахстана, какой-то лезет, там Равиль. Ну это, видать, под именем Алмазова. Саварбек Жабраилович. Сегодня пишет один Максим Сим. Ну что, фамилия Сим или что? Сим. Нормально назваться не могут. Здравствуй, Игнатий Тихонович. Я считаю вас своим духовным отцом. Интересно. Знать не знал. Ваш интернет и ресурсы у меня на первом месте. Мучает вопрос, связанный с крещением. Почитал сегодня статью Олега Стеняева о недопустимости обливательного крещения. Автор своей статьи приводит высказания ряда наших преподобных отцов. Таких, как Иоанн Златоуст, Григорий Богослов и другие. Но в последнем абзаце выдал следующий текст. То есть все говорит как бы правильно. Все откуда берут. Зайдите на наш сайт. И там о крещении в книге к истинному православию. Там много еще сказано. 136 свидетельств, кажется, есть. В нашей стране существует текст. Вот такой выдал. Огромное количество людей, которые были крещены именно обливательным крещением. Вот. Огромное количество. Вот это вот и есть. Вы за каждого будете отвечать, что они хрестили. Именно обливательным. Не может ставить вопрос об их перекрещивании. В связи с тем, что в советские времена не разрешалось совершать крещение на открытых водоемах. И вообще в них храмы, помещениях, где по вышеизложенным причинам баптистерии, как правило, отсутствовали. Ложь. Сто процентная ложь. Никто не запрещал. Нигде. Обман. Баптистерии строить нельзя. Все это говорит о бесстрашии. Страха Божия нет. За это же время ни у беспоповцев, ни у старобрястов, приемлющих иерархию, как Белокреницкая и Древнеправославная и Новозыпковская, не покрестили обливанием ни одного. У баптиста, писятника, свидетелей Иеговы, адвентистов, всех ни одного такая же советская власть была. Растрясите свои животы, пузатые попы. Совершенно неверующее священство. Не было крещения, перекрещивая, нету. Слово крещение означает погружение. Пираты захватили корабль. Вот я нашел такой ответ. Нет крещения, его не было. Огромное количество. Вот за это будете отвечать. Вот это вот огромное. И сейчас. Сейчас что запрещают? Посмотрите. И везде вымочат. Сегодня что, советская власть? Нет. Ну, продолжение-то дальше. Практика идет. Практика оболванивания людей. Не спасение. Удушение. Приходит человек, его задушили и труп выбросили. Я называю сегодняшнее положение в церкви скотомогильники. Согласно 50-го правила апостольского, должны быть извержены. Воины Яцинески. Лука. Смотрим на Афоне. Одинаково. Нигде вот это обливательное не признают. Это от католиков научились. Боятся католиков. Феодосий Печерский сказал, да другое было католичество и другое православие. Сегодня-то не крестят нигде. Редко-редко где крестят в полное погружение с подготовкой. Иногда город весь обходят и не могут никого найти. Но, иди скорее. Ой, у меня тут новенький котеночек появился. Вот он какой. Но. Бузка. Бусенькая. Ну-ка, какая. Вот она. Все как положено, заложено в ней. Но. Вот она где. Давай посиди у меня здесь. Отсутствовали. Выше изложен причин. Не поэтому, а потому что попы безбожники. Страха Божия нет. По этой причине. Здесь действует известный закон. Что ради нужды бывает применение закона. Не применение, а применение. Но к настоящим временам подобно относиться не может. К настоящим. Какая разница, настоящее или какое. Может найдете обливательное где-то в Святой Библии. Евнах и Филипп оба сошли в воду. Ну где поп в воду сходить будет? Да чего ради-то? Если где-то есть, опять без подготовки. За деньги или еще что-нибудь. И слово Олега Синяева получается. При совке тоже были невозможные условия для правильного крещения. Соизмеримые с заключением. Если сможете, то прокомментируйте высказание Олега. Спасибо, Христос. Ответ мой. Ложь. Сто процентная. Отец Олег потерял всякий страх. Все говорит правильно, а в конце бац, чтобы меня не тронули. Он никогда на это не пойдет, чтобы сегодня крестить. Заново крещеная Русь должна быть. И он говорит, почему? Потому что стряхни его, он работать никуда не пойдет. Что он пойдет? С лопатой копать. Пузо помешает. Это есть, которая называется миссионерами. Самый правильный отец Олег. Он с Библии в руках говорит. Но здесь-то он гонит. Какую, говорится? Зачем? Ложь. Абсолютная ложь. Не крещеная. Абсолютно не крещеная. Не было ни одной секты. Нигде, чтобы крестили вот так, как здесь. Заходят, посмотрите. Только опрокидывают нас. Здесь надо, чтобы с таймя человек приседал и в смерть. А сектанты крестят в положении в огроб. Попрокидывают на спину. И вот Райхан Джайнакова коренял крещение. Казашка. Бывшие свидетели Юговы. Спаси, Христос, Игнатий Тихонович. Сегодня идем с дочей на причащение. А вчера исповедались. Держим пост. Спасибо за заботу. Спасибо, Райхан. Никогда не говори. Спаси, Христос. А тут у меня свои вопросы. Никогда раньше так не было. Откуда это, чего, может кто-то подскажет. Чтобы один и тот же ролик был повторен дважды, когда его закачивают. И даже в продолжительности не разница. До секунды. И одно и то же название у них. Но если был повтор, то так и указывалось. Его нельзя было трогать, постепенно он исчезал. А тут нет указаний, дубль массово пошел. Вот. Я уже их открыл по разу. Теперь начинаю открывать, а они уже были. Что это? Мне это сильно мешает делать без повторов. Кто знает, подскажите. Какой-то глюк. Как его устранить? Дело в том, что я не закачиваю, только снимаю замки. И вот такая история. Но какие события? События очень простые. Вчера мы закончили, практически закончили работу на Южном пруду. То есть обычно лох какой-то перегорожена, плотина. А здесь нет ничего. Лоха-то практически нету. Ну, может там чуть-чуть. И заново надо копать было его. Заново. Большую, огромную работу проделает бульдозер. Да сломался. Владимир Иванович бульдозерист поехал в город купить необходимое. Что там? Ну, может быть дня полтора еще он будет там копаться. Но вчера уже приходили братья были. С ними я вместе был. Уже слив поставили. Деревянный, пропитанный. Вот так. Обработкой. Ну, немного показать. Вот сегодня. Вот дубль уже пошел. Дубль. Понимаем бульдозер. Указываю дубль и снова ставлю под замок. События дня. Гости из ТВ. Виталий в труде какие? 17. 4. Какие? Разные. Виталия никуда нельзя посылать. Как послал с концом, говорит, за смертью посылать. В развалочку. И все с утра стонет и стонет. Только начали работать. Я устал. Да живот-то убери. На животе, как, говорится, на ладонь жиру. И какие-то, Володя особенно, пласт ставится. А Володя говорит, я такой же был. Такой же. А вот теперь это. И хоть какую работу. Все трудно ему. Копать ямку трудно. Что-то делать. Стал, стоит. Все время надо пинать и пинать. Тогда он движется. А остановится, сразу стоит. Только обернусь, руки сложил, на груди стоит. Ну какой это работник. В советское время мы рвали аккордные наряды. И тут работаешь, пластаешься. В две смены закончить и что-то получишь. А здесь нет. Самое простенькое. Вот послал. Ходит. Вчера послали. Там колышки надо. Обыкновенный колышек там может впалец толщиной. Вот такой впал. Всего только. Не смотрите на шею, показаны два или три пальца. Я никакого значения не придаю. Показал толщину пальца. Залез там, где большие бревна лежат. Я говорю, что ходишь-то? Мимо проходит, не говорит. Его послали. Маяки ставить. Ну сказали бы колышек. Он может быть понял. И беспонятливый. Неразвитость. Вот эта дубовость. Прямо аж остекленелый взгляд. Только одно. Поесть и все. Вот сказал, что убирать рыбу. Я говорю, ты, Никита, на него маленько перекладывай. Что в мордушке проверять. Приходит. Ничего нет в мордушке. То есть или не заправляет, или что. Сразу ловля прекратилась. Ну как же от ловли рыбы зависит благосостояние семьи. Нет ничего. И даже не скажет. Нет ничего. Вот пришел пустой. То ли ты где-то посидел, или что. Нету. Вчера принес одного гальяна. Какой-то случайно залетел. Нету. Все. Подметать сказал. Возьми из него, что вот. Где вы находитесь на кухне. Подмести. Везде. Прихожу. Сорт так и есть. Почему? Глазами хлопает. И все ухмыляется и ухмыляется. Страха Божия вообще нету. И веры никакой нету. Я говорю, ну разве верующий может так поступать? Вот послали зачем? Ничего и нету. Проходит время. Вот два дня уже маленько. Чуть-чуть начал исправляться. Я не знаю, что-то я устал. Так мне ничего не работал еще. Как ты устал? Я не устал. А мне 78-й год. Ну я работаю. Это показал ему. Ребята работают. Девять лопат кинули с земли. Он одну. Ну девять и один же разница большая. Я на каждом шагу его ловлю. Ну почему ты это не делаешь? Ну здоровый крепкий мужик. И кому ты нужен-то? Как тебя баба могла держать около себя? Может быть ты одну ночь только осеменилую выгнала? Как трутень в улье. Рядом Володя. Ну смотри на него. Гляди как делает. Ни о чем не радует. И чего бы не сказал, сразу поправку. Поставь сюда вот это. Сказал эти семь. В другое место. Зачем? Да тут солнце. То есть все время комментирует и делает по-своему. Ни одного дела. Вот если за день посылал его, там лопату принеси такую, возьмет другую. Почему? Ну это что-то мне не нравится. То есть на все комментарии и сделать по-своему. То есть особый вид одержимости. Самость тупая бычья. Просто невозможно. Ну я сам грешный человек и не ангел. И поэтому тут будет ролик стоять, как я его выгнал. Совсем выгнал. А потом даю всегда шанс. Если два ходатая будет. Батюшка и барабаш. Который скажет, что примет на работу. Пошел добился. Я опять принял. А вчера мне Никиту упрекают. Я сказать выгнали, а теперь приняли его. Ну я еще сделаю. Пример даю. Блудный сын. Старший сын роптал. Так там он отец не выгонял. Вот ищет не подобие, а сходство полного. Так не бывает. Это я говорю конкретно. Просто ни одного дела почти нету. Послал его, он так как и сделал. Вот так как сказал. Ну ты думал изменить. Ну почему не сказал-то? Ну откуда я знал? Ну почему не сделал? Теперь каждый раз как в армии. Повтори, что я сказал? Сказал. Кто-то повторил. И повторяет два слова. Пойди, я ему говорю, вот этого человека призови. Я говорю, повтори, что он сказал? Человека призови. Ну я сказал, пойди, и человека назвал его имя, фамилию. Ну недалеко, он через дорогу перейти. Повторить неправильно. Что это такое? Здоровый, крепкий мужик. Все время смущает меня то, что не в дурдоме этот человек. Как так можно жить? И как в армии можно было служить? Да какая это армия? То есть любую выходку может сделать. Не знаю. И вот я их сравниваю здесь в труде. Вчера не расторопится, не пойдет, не побежит. Но гоняю, вот наказываю вчера долбить, чем поднять не может. У меня две есть хлопать. Ну, под рельсу подкладывается, железка такая плоская. А мы к ней приварили. Она большая. Вот большую берет. Большую. Я говорю, возьми маленькую, она полегче, меньше площадь захватывает. Обязательно большую. Ну маленькую, маленькую начал. Руки не поднимают. Здоровый, крепкий мужик. Ну только в начале-то. Ну бери и хлопай. Хлопай по порядку. Вот так, чтобы всю поверхность надо придолбить. Нет, он в одном месте, в другом в шахматном порядке. Ну вот показывай по линии, види, бей здесь толкушкой. Эту землю надо нам утолочь. Потому что она под коробом. Вода прорвется, все сметет. Делает по-своему. Не то что, а искушение на каждом шагу. Прямо вот. Ну обработка, отработка эта грязная. Ну, рукавички-то ты ими берешься. Что-то взять другое с ними. Все молотки. Все-все-все перепачкали. Взять невозможно сейчас. Лопату. Ну скобли ты ее. Зачем вы это сделали? Зачем вы грязными, которые в мазуте и руки за весь инструмент добрались? Я 40 лет был печеньком, у меня одну минуту не было инструмент грязный. Бывает, там попадет раствор на мастерок, на кельму. Сразу останавливаю работу, протер ее, опять дальше. Да вот они мазут, глина. В мазуте. И взять невозможно сейчас ни лопату, ни молотки. Там что только можно было. Ломик за все сцепляется этими грязными руками. Но это мазут. Его стереть даже нельзя. Ну на каждом шагу. Такое искушение для меня. И совсем прогнать. Что делать? Ничего не надо делать. Отойди, только портишь. Сядь и сиди. Не мешайся хотя бы. Свободно сядет и сидит. Совести совершенно нету. Абсолютно бессовестный. Понимаешь, тебя только брать за жабры и, говорится, а пол бить. Вот жена, видимо, прищущила, заботится об элементах. Хоть маленько где-то что-то заработать. Как это можно? Как можно жить на дармовщинку? И не стыда, ничего нету. Кто не хочет трудиться, не ешь. Вот. Если чистить картошку, там по пол картошки может кубик один оставить. Ну, даже не могу назвать ни одного дела, которое я правильно бы делал. Вот это, кстати, вот какие у меня искушения, события и дня. У Володи, там где-то не додумал, не хватает, там развитие бывает подправишь. Что не сделал так? Ну и дальше идет, он работает, все восполняет. Он ему говорит, ну я вот такой же был-то, ну он не скажет. Никита еще наполовину там тянется. Тоже, ну такие простые. Но у Никиты еще более опасно. Хамить начинает. Хамить в день раза два-три, улавливая его на этом. Знаешь, ты сказал, не делай, я тебя беру ножовку, пошел пилить сам или пилу. Я дважды не буду повторять. Ну не идешь, не идешь. Пошел я сам делать. Неблагодарность. Мне вообще нелегко это все сейчас. Что тут? Занятия. Во время занятий у нас приехали. Это уже девять просмотров. Сейчас еще. Во время занятий приехали из ТВ. Посмотрю, сейчас тут. Вот уже одиннадцать. О, Сегулии пятнадцать. Ну маленько только вот. Дай-ка наносил. Дальше у нас форум наш. Еще на нем нет. Вот общарашний. Вот православный форум. И наш ресурс. Это мой мир. Мой мир хороший. Ну и третье. Это последнее, четвертое, на котором работаю. Во свете Библии. Вот спрашивает там Максим, там этот сим. Где? Вот к истину православия. Вот, вот к нити. И тут тему о крещении. Зайдите на наш сайт и здесь прочитаете. Олег Синяев. Неан Златоуст. Применение закона. Ради нужды применение закона. Откуда ты выражение взяли? Капу Монахов. Послушание дороже поста и молитве. Чисто дьявольское изречение. Поста молитвы главное оружие на сатану. Его сатана вышибает, а вместо его послушания Авва. Безграмотный, невозрожденный какой-то человек ему подчиняются полностью. Ни одного слова из Библии не возьмет. Авва. Вот это Вавва все загубила. К истинному православию. Вот я его толкнул. Сейчас должно открыться. Задел. К истинному православию. Вот к истинному православию. А теперь к истинному крещению. 60-я страница. Погружение. Погружение. Крещение. Это есть таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа умирает для жизни плотской, духовной и возрождается Духа Святого в жизнь духовную и святую. Так как крещение есть духовное рождение, а родится человек одна же, то и таинство не повторяется. Православный катехизис. Вот. Оно не повторяется, если оно было. А если его не было, там повторять нечего. Его не было. Погружением. Везде, вот сколько, смотрите, слово крещение. Погружением. Погружением. Вот я просто прокручиваюсь сейчас в одно тело. Погружение. Опять. Везде. Оглашение. Восставление грехов. Не просто обещание Богу доброй совести, как у сектантов. Вот. Смотрите, какой большой, огромный материал. Погружение. Симеон Солунский. Крещение вторым рождением. Григорий Низанзин. Крещение называет новым рождением из купели. Крещаемый при погружении становится не только лицом на восток, но и должен быть весь на, говорит Симеон Солунский. Вот. Погружает. Погружение. Возрождение. Кирилл Иерусалимский, говорит. Совлекся одеждой. Амвросий святой. Новая скрижаль. Вода и вера. Ничего сегодня нет. Погружение. Заповедь Христа. Погружать. Погружение. Римлянам. 6.4. Как в ночи ничего не видно. И при изникновении, то есть выныривании из воды, снова как бы стали пребывать на войне. Кирилл Иерусалимский, второе тайнаветственное слово. Погружение. Неонекой царистской 12. В болезни. В такое в пресвитеры не ставить. Вот. Погрузи. Григорий Нистки. И мы скрываемся в воде троекратным погружением. Митрополит Киприян. Крещение же святое творите так. Не обливать водой, как латиняне делают. Но погружать в реке или в сосуде чистом установлено на селе письмо к Афанасию. Требники. Все говорится о погружении. Москва, 1985 год. С погребения Христу внешним видом выражается погружением крещаемо в воду. Настольная книга священнослужителя. Том 5. Страница 250. Москва, 1986 год. При советской власти все писали правильно. Что говорят, говорят, делайте. А что делают, не подражайте. Вот оно как раз и случилось. Отвратительно просто. И лгут, и лгут на каждом шагу. Ну вот я, видите, прокручиваю. И какой огромный материал. Все святые отцы, все говорят о погружении. Патриарх Алексей об этом говорит. Вот так. Тут больше и говорить не о чем. Все на этом, Господь Богословит. Вот так. Спасибо.